Новые карантинные меры и дистанционное обучение в школах в конце сентября. Правдивы ли эти настойчивые слухи? Подобные домыслы распространяются в последнее время в интернет-пространстве. Будто бы грядет вторая волна заболеваемости, которая вновь переведет школы на дистанционку. Опасения есть до сих пор, что может быть закроют, опять будет дистанционно. Это волнует, конечно, очень тяжело. В школу вообще онлайн будет или пойдут? У меня первый класс, внук. Так что я даже не знаю, пойдет он в школу, не пойдет. Я не хочу в школу. Ну, здрасте. Почему? Нет, нет. Дома лучше. Ты хочешь на онлайн обучение? Всегда. Есть риск? Ну, а что тебе вообще делать? Другого выхода нет? Официально никто ничего не объявлял. А так, я думаю, учитывая, что больных сейчас каждый день становится больше. И в центральной больнице, и в первой городской больнице уже новые отделения открывают. Родители, которые оказались между слухами и реальностью, как между молотом и наковальной, уже не верят никому. И на всякий случай готовятся к новой дистанционке. Как говорится, готовы учиться по стареньке до первого чиха. А потом, может, и снова по домам. Судя по динамике прироста больных COVID-19, статистика только подливает масло в огонь сомнений. Кроме того, помимо коронавирусной угрозы, предрекают еще и приход новых штаммов гриппа. А вот статистика опроса, проведенного популярным дагестанским еженедельником. Цифры говорят о том, как люди представляют себе планы на осень в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Какие меры следовало бы предпринять при неблагоприятном сценарии развития событий. Так вот, большинство из голосовавших за закрытие школ, переходное дистанционное обучение и соблюдение строгого режима. А 78% и вовсе предрекают, что новой волны дистанционки не миновать. Сразу после начала пандемии случился тотальный переход на онлайн-обучение. Многие из родителей не были к такому готовы, так как понятия не имели, что это и как справиться самостоятельно с таким объемом задач. Во время карантина общеобразовательная школа Дом знаний успела применить свой наработанный опыт дистанционного обучения с 20 тысячами ребят, причем бесплатно. Из-за непонимания в классических школах процесса дистанционного обучения столкнулись люди с тем, что образование проходило, грубо говоря, в мессенджерах. В этой связи наша школа Дом знаний, приняв к себе около 21 тысячи учеников со всего Дагестана, показали процесс, как он в принципе должен происходить. Здесь, в онлайн-школе Дом знаний, ученики могут присутствовать на уроках в режиме реального времени, не выходя из дома, находясь на связи с квалифицированными педагогами. Большим преимуществом такого обучения является то, что родителям не нужно обучать детей собственными силами или нанимать репетиторов, которые не всегда обходятся дешево, и результативность их тоже подчас спорна. Определяется как раз таки траектория развития, психолог проводит собеседование с ребенком, и естественно каждую четверть получают родители отчет от психолога, от педагогов, где рассказывается о том, насколько эффективно он освоил программу за текущий период времени, и на что следует обратить внимание, то есть рекомендации со стороны наших специалистов. По мнению специалистов онлайн-школы, важной составляющей в работе с ребенком является грамотная психологическая работа. Такой подход может вовлечь в обучение даже не очень мотивированных детей. Уделяется тотальное внимание ребенка в этот момент. Не только ребенок, взрослый человек тоже чувствует, я нужен, я есть, и мне уделяется это внимание. Когда педагог вот это время уделяет именно этому ребенку, ребенок растет в это время, потому что ребенок может развиваться только в атмосфере доброжелательности, любви и получает такое качественное внимание, чего часто в обычной школе он бывает лишен. Для знакомства со своими методиками онлайн-школы «Дом знаний» предлагают поучаствовать в бесплатном недельном курсе обучения с лучшими педагогами, причем по всем предметам. После чего по запросам учеников составляется индивидуальная программа и начинается комплексное обучение. Еще одним преимуществом такого формата является то, что дети имеют возможность правильно организовать свое время и освобождать вечера для прогулок или дополнительных занятий по интересам. Любой зарегистрированный пользователь неделю получает бесплатное обучение согласно той системе регистрации, которую он захочет. Либо это по предметам обучения, либо обучение без зачисления, когда ребенок может совмещать обучение в классической школе и у нас, используя нашу платформу для того, чтобы улучшить свои знания, или же полное зачисление с передачей документов, собственно говоря, в наше видение.